МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тушение огня, пожарные эстафеты, агитплакаты. В первой пожарной части прошли соревнования для сотрудников МИЭФ. Далее расскажем обо всем подробно. Дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование должностного положения. Ежегодно в нашей стране материальный ущерб от коррупции составляет 10% от суммы общего ущерба всех преступлений. На законодательном уровне признано, что в России коррупция стала системной проблемой. Этим и другим вопросом был посвящен круглый стол в Центре поддержки предпринимательства, в котором приняли участие представители бизнес-сообщества, прокуратуры и полиции. В этом году по результатам прокурорских проверок в городе выявлено 34 нарушения коррупционного характера. К ответственности привлекли ряд должностных лиц. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проверили городские организации через Росфинмониторинг. Мы получили порядка где-то, наверное, 30 юридических лиц, деятельность которых на территории города Саров предполагает собой эффективность финансовых операций. В отношении большинства предприятий уже в настоящее время проводятся у нас проверки. По результатам этих проверок уже заведено два уголовных дела по статье «Незаконное создание юридического лица». Предприимчивые граждане оформляют документы на подставного человека и тем самым пытаются уйти от уплаты налогов. Такие действия попадают еще под одну статью Уголовного кодекса, которая грозит нарушителю реальным сроком лишения свободы. Когда то юридическое лицо, которое было фиктивно зарегистрировано, оформлено, после этого составляется определенный набор фиктивных документов для перечисления денежных средств. Это счета фактуры, товары накладные изготавливаются. Вот за эту деятельность также данным видом статьи предусмотрена уголовная ответственность. Большое внимание полицейские стали уделять борьбе с контрафактной продукцией. Ряд индивидуальных предпринимателей в своей работе прибегают к незаконному использованию чужого товарного знака. Проще говоря, торгуют подделками известных брендов. Законом за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Есть у нас ряд здесь магазинов, в том числе находящихся в торговых центрах, где осуществляется определенный вид торговли с товарами, наверное, можно сказать, сомнительного качества. Данными предпринимателями выводы определенно сделаны. Они, по крайней мере, этот товар этих производителей убрали. За круглым столом в Центре поддержки предпринимательства обсудили и вопрос контроля за самозанятыми гражданами. Те, кто сегодня занимаются предоставлением косметологических или иных услуг на дому без оформления ИП или юрлица, создают большую конкуренцию официальному бизнесу. Есть ответственность как административная за данный вид незаконной предпринимательской деятельности, так и уголовная. Но вот когда поднимут, я так понимаю, размер штрафов за данный вид деятельности, я думаю, что уже определенное количество людей подумает, стоит ли им заниматься этой деятельностью. Все вопросы, рассмотренные на встрече представители прокуратуры и полиции, приняли к сведению. В отдельных случаях ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Дарья Цыпорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Злоумышленники проникли через окно в частный дом одного из садоводческих товариществ и похитили оттуда телевизионную приставку. По словам полицейских, нарушители не тронули другие ценные вещи, которых в садовом домике было достаточно много. Сумма ущерба составила чуть больше тысячи рублей. Чем еще запомнено с прошедшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На прошедшей неделе в дежурную часть поступило 10 заявлений о том, что неизвестные обчистили банковские счета жители нашего города. С карты Саровчанки, например, украли 5600 рублей. Схема классическая. Позвонили, представились с сотрудниками банка, сказали, что происходит незаконное списание денежных средств, спросили номер карты. Вот 5600 рублей удалось списать, хотели списать 35600. 30 тысяч сотрудники банка успели заблокировать. В этот же день еще одна Саровчанка принесла заявление. В этот раз мошенники воспользовались популярной социальной сетью. Вконтакте ей поступило сообщение о том, что проходит интересная бонусная программа от Сбербанка. И ссылку указано. Женщина открыла ссылку с мобильного телефона, и с ее банковской карты тут же было списано 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции в очередной раз призывают горожан осторожнее относиться к подобным сообщениям. А стражи дорог просят водителей быть внимательнее. На прошедшей неделе в Сарове произошло 14 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Одно из последних случилось на перекрестке Зернова-Арзамасская. Неизвестный сбил Саровчанина, переходившего дорогу на зеленый свет. Изначально дедушка, если можно так назвать, 52-го года рождения, не почувствовал никаких интересных повреждений, ни боли, ничего. Водитель, который у него совершил наезд, даже подвез ее попутно, куда-то попросил. Но на следующий день мужчина почувствовал себя хуже, коленка перестала сгибаться, и он обратился в приемный покой. Не то, что обратился в приемный покой, а вызвал скорую домой. Мужчина получил ушибы, после осмотра врачами был отпущен домой. Несмотря на то, что пешеход в порядке, хорошим эта история для водителя не закончится. Он не сообщил о ДТП, а значит, скрылся с места аварии. И теперь вместо штрафа его ждет лишение прав сроком от года до полутора лет. Чтобы не попасть в такую ситуацию, сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают автовладельцам. О всех происшествиях с участием пешеходов, даже самых незначительных, сообщайте в ГИБДД. Саровчан проконсультирует по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии. Код Нижнего Новгорода 435-3167. На звонки будут отвечать специалисты Министерства здравоохранения Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Связаться с медиками в Сарове станет проще. Через несколько дней первая поликлиника начнет переход на цифровую телефонию. С 1 ноября там начнет работать единый номер регистратуры 95511. По нему можно будет получить справочную информацию, записаться на прием к врачу и вызвать доктора на дом. Как пояснили медики, после перехода на цифровую телефонию саровчанам больше не придется по нескольку раз набирать один и тот же номер в попытке дозвониться до регистратуры. После 1 ноября можно будет просто оставаться на линии до ответа первого освободившегося специалиста. В течение переходного периода старые телефоны продолжат работать в прежнем режиме. В пятницу 2 ноября саровчане смогут написать большой этнографический диктант. Желающих проверить свои знания ждут в библиотеке имени Маяковского. Регистрация участников начнется в 9.15. Диктант будет состоять из 30 заданий, а его написание займет 45 минут. Результаты опубликуют ко дню Конституции 12 декабря. Саровчан приглашают принять участие в паломнической поездке. 4 ноября группа из нашего города посетит храм святого благоверного князя Александра Невского в селе Лесно-Ардашево-Темниковского района. Паломники смогут поклониться старинной казанской иконе Пресвятой Богородице. Также саровчане заедут в церковь святого мученика Меркурия Смоленского, где будет совершен молебен перед еще одной чтимой казанской иконой. Контактные данные организаторов можно посмотреть на сайте Православный Саров. В детской музыкальной школе имени Балакирева прошел День первоклассника. Специально для будущих солистов и музыкантов подготовили концертную программу. Воспитанники отделения продемонстрировали своим товарищам все то, чем они научились за годы, проведенные в стенах музыкальной школы. В конце вечера все ученики и их родители дали клятву юного балакиревца. Тренд сезона – понятие, которое можно применить не только к показам модной одежды. Многолетний опыт директора детской музыкальной школы имени Балакирева Натальи Захаровой доказывает, что при выборе музыкального инструмента, на котором будет играть ребенок, родители часто руководствуются понятием «мода». Большой популярностью и спросом сейчас в связи с программой «Детский голос» конечно, это вокальное отделение. Дальше всегда популярна эта гитара, большой конкурс, чтобы поступить на гитару. И, конечно, духовые инструменты – саксофон, флейта. На вечере, посвященном Дню первоклассника, первые ряды зала заняли будущие вокалисты, клавишники, трубачи, гитаристы и баянисты. Для ребят, поступивших в детскую музыкальную школу, на сцене развернулось настоящее путешествие по миру нот, композиторов и инструментов. Экскурсию проводила фея музыки. Это очень круто быть феей музыки, потому что дети все чувствуют, они хотят видеть, они хотят верить в сказку, поэтому хочется эту сказку дарить им. Вечер для первоклассников был одновременный. Отчетным концертом ребята старших курсов показывали новичкам, чему можно научиться, если прилежно относиться к занятиям и внимательно слушать преподавателя. Бурные овации сорвал дуэт гитариста и балалаичника. Финалом вечера стала клятва юного балакиревца, которую произносили не только ребята, но и их родители. В ней звучал призыв любить музыку, уважительно относиться к себе и одноклассникам, и тем знаниям, которые дают преподавателям. Клянемся школой дорожить! Торжественное посвящение первоклассников детской музыкальной школы осталось позади. Впереди несколько лет обучения мастерства игры на музыкальном инструменте и удовольствие от того, что занятие это по душе. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В первой пожарной части прошли семейные соревнования для работников завода в НИЭФ. Участники надевали на скорость боевку, искали потенциального пострадавшего в задымленном помещении, проходили полосу препятствий и тушили настоящий огонь. А также отвечали на теоретические вопросы по пожарной безопасности. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Для сотрудников завода в НИЭФ тематические соревнования в пожарной части номер один стали уже хорошей традицией. В третий раз в спортивный зал огнеборцев они приходят не только поучаствовать, но и поболеть за своих коллег, узнать что-то новое из жизни части и нарядиться в боевку. А сотрудники пожарной части каждый год стараются сделать праздник особенным, привнося в него новые элементы и конкурсы. В этом году в программе соревнований появилось испытание «Задымленные помещения». На новом конкурсе мы сымитируем задымленную квартиру, скажем так, откуда надо будет достать пострадавшего человека. Ну, пострадавшего человека это громко сказано, будет мягкая игрушка. Ее надо будет найти в дыму и вынести на свежий воздух. До задымленного помещения команде необходимо было дойти в связки, собирая по ходу движения амуницию пожарного, преодолевая препятствия и помогая товарищам. Имитация действий на пожаре и работа в команде была по душе не только взрослым, но и детям. Как рассказал председатель правкома завода в НИЭФ Екатерина Харькова, эти соревнования – отличная командообразующая практика для заводчан. Они даже, поверьте мне, на заводе никогда не встречаются, друг друга не знают. И вот только здесь приходят, и работники завода даже здесь, на таких мероприятиях, знакомятся между собой. Это же здорово, когда приходят с семьями, отдыхают вместе, веселятся, получают массу положительных эмоций. По правилам финального конкурса, в котором необходимо было найти пострадавшего в дыму, завершающий этап проходили только взрослые участники команды. В помещение капитаны попадали только с условием, что на них надет настоящий противогаз. Без него дышать в палатке нельзя. Сотрудники пожарной ханы, конечно, сделали условное задымление помещению, но там действительно ничего не видно, и без противогаза находиться, ну так себе. Более десяти испытаний противопожарной направленности подготовили сотрудники СПЧ номер один. Облачиться в форму на время, нарисовать агитплакат, пройти пожарную эстафету и даже потушить настоящий огонь из огнетушителя. Проигравших на этом спортивном празднике не было. Каждый из четырех команд стали победителями в уникальной номинации. А что еще надо для семейного праздника? Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Занятие художественной гимнастикой с каждым годом набирает все большую популярность в нашем городе. И чтобы дать возможность юным саровчаткам попробовать свои силы в этом виде спорта, в спортивной школе ИКАР появились новые группы. Учиться садиться на шпагат и осваивать акробатические и танцевальные упражнения девочки будут под руководством призера международных турниров Юлии Никольской. За плечами Юлии Никольской победы на всероссийских и международных соревнованиях. Завершив спортивную карьеру, она работала тренером по художественной гимнастике Академии Ирины Виннер в Саранске. Но по семейным обстоятельствам переехала в наш город и теперь передает накопленный опыт юным саровчанкам. Я очень надеюсь, что со временем у меня получится все это передать деткам. Потому что я прошла этот путь спортсмена. Это было очень интересно, увлекательно. Юлия считает, что художественная гимнастика – самый красивый и женственный вид спорта. Но добиться успехов в нем можно только кропотливой работой под чутким и грамотным руководством тренера. Свою линию педагогической работы Юлия уже выстроила. Тренер, конечно, в первую очередь для своих спортсменов должен быть авторитетом. А авторитет положительный, как правило, он всегда возникает с собственного примера. Уравновешенность и спокойствие – одни из важных качеств тренера, считает Юлия. Чтобы юные спортсмены смогли чему-то научиться, наставник должен уметь держать внимание детей и сохранять дисциплину. Юлия раздает четкие команды и указывает на недостатки. Вместе с воспитанницами она готовится к выездным соревнованиям. Пусть я не так много их знаю, но, тем не менее, какой-то, я думаю, совет и наставление смогу им передать, чтобы им было легче выступать. С приездом нового педагога у девочек нашего города появилась дополнительная возможность записаться в секцию по художественной гимнастике и реализовать себя в этом виде спорта. Руководству спортивной школы осталось решить вопрос с отдельным залом для занятий юных гимнасток. Сейчас они вынуждены проводить совместные тренировки с легкоатлетами или заниматься в бассейне «Дельфин». Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова